Житие преподобного отца нашего Афанасия Затворника. Я есмь, воскресение и жизнь, верующий в меня, если и умрет, оживет. Это слово свое, сказанное о Лазаре Четверодневном, Спаситель исполнил и на преподобном отце нашем Афанасии, Затворнике Печерском. Желаю, чтоб и мы исполнили слово богатого, сказанное о Лазаре нищим. Если кто из мертвых придет к ним, покаются. Преподобный Афанасий был чернорисцем в Святом Печерском монастыре, и жизнь вел святую и богоугодную. После долгой болезни он умер. Братья отерли тело его и увили, как подобает умершему иноку. И лежал мертвый два дня, непогребенный по какой-то небрежности. И было в ночи явление игумену и слова, «Человек Божий Афанасий лежит два дня непогребенным, а ты не заботишься об этом». На третий день, как только настало утро, игумен пришел с братья и к умершему, чтобы похоронить его. И нашли его сидящим и плачущим. Ужаснулись все, видя его ожившим, и спрашивали его, как он ожил и что видел или слышал. Он же не отвечал ничего, только спасайтесь. Но они еще настойчивее просили его, желая услышать от него что-нибудь, чтобы говорили о ней воспользоваться тем. Тогда сказал он им, «Если я скажу вам, вы не поверите мне и не послушайте меня». Братья же с клятвой отвечало ему, «Сохраним все, что скажешь нам». И сказал им воскресший, «Во всем имейте послушание к игумену, кайтесь всякий час и молитесь Господу Иисусу Христу и Его Пречистой Матери и преподобным отцам Антонию Феодосию о том, чтобы окончить жизнь свою здесь и сподобиться погребение в пещере со святыми отцами. Ибо эти три вещи больше всех добродетелей. И если кто достигнет того, что исполнит их в порядке, будет блажен». Только бы лишь не превозносился. «Дальше же не спрашивайте меня, но молю, простите меня». Сказав это, он пошел в пещеру и сам, заградив двери, пробыл там двенадцать лет. Никуда не выходя, не видя никогда солнца, беспрестанно плакал день и ночь, едва вкушал через день немного воды и хлеба и все те годы не говорил никому ничего. Когда же он ждал смерти, призвал к себе братью и сказал то же, что в первый раз, о послушании и покаянии, и что блажен тот, кто сподобляется быть положенным в пещере. Сказав это, он почил в Господе с миром и был положен с честью в пещере, где подвязался. По успении своем он чудотворением возвестил о своем блаженстве. Один из братьев именем Вавила, много лет больной ногами, принесен был к мощам этого блаженного, и, обняв тело его, тотчас исцелился, и с того часа до смерти своей никогда не болел ни ногами, ни чем-то другим. Позднее Вавила поведал братьи, в числе которых был и святой Симон, составитель этого жития, о чудесном явлении своего исцелителя. Когда, сказал он, я лежал и кричал от боли, внезапно вошел ко мне блаженный Афанасий и сказал, «Приди ко мне, и я исцелю тебя». Я хотел спросить его, как и когда пришел тот сюда, но он вдруг стал невидимым. И я, поверив явившемуся мне, постарался, чтобы меня принесли к его мощам, и так исцелился. И отсюда поняли все, что блажен, и угодил Господу этот преподобный затворник Афанасий. Его святыми молитвами досподобимся и мы, воскресного от смерти греховной, пожить богоугодно в покаянии и затем получить вечную жизнь во Христе Иисусе, живодавца нашим, которому слава с источником жизни, Богом Отцем и животворящим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Память преподобного Отца нашего Афанасия Затворника Церковь совершает 2 декабря.